Купель в Савино-Старожевском монастыре в Звенигороде оборудована всем необходимым для круглогодичного купания. Комфортные раздевалки, спуск в воду, перила с подогревом. В преддверии крещенских праздников глава муниципалитета лично осмотрел ее. В ближайшее время она будет оборудована всем необходимым для проведения массовых купаний. Заказано, просто добавлю сюда, и два туалета, и пункт питания. У нас кухня небольшая, 300, потому что здесь есть еще и чайная. Будет организована еще зона с самоваром, горячая зона. Дополнительно ледяная скульптура тоже уже заказана. На этой неделе будет установка. Здесь же, в чайном доме, в рамках выездного совещания прошло и обсуждение насущных вопросов по подготовке к проведению крещенских купаний в округе. Всего в муниципалитете оборудуют 10 мест для омовения. Вопросы безопасности и комфорта при проведении мероприятия такого масштаба выходят на первое место. Будут задействованы сотрудники полиции, МЧС, дорожных служб, волонтеры. В части волонтерской работы в стандарт входит униформа с надписью, где волонтер, ну как бы видено сдалека то, что он волонтер, он организовывает движение, это вежливое общение с жителями, знание рекомендаций для купания. То есть волонтер может посоветовать, ну стоит ли или не стоит осуществлять купание. По мнению главы, волонтеры должны быть максимально подготовленными к любым ситуациям. Если мы говорим волонтер, то это человек, который все понимает, все знает. Сам искупался первым, прошел весь путь от палатки до станции обогрева. Все везде, во всем он должен разбираться. Везде будут оборудованы теплые зоны. Желающим окунуться станут выдавать горячее питание, полотенца и простыни. Места купаний украсят православной символикой и подсветкой, разместят навигацию. Особое внимание уделят оборудованию мест для купаний на открытых водоемах. Мы точно закрываемся деревянными конструкциями, сетки сетками, но все должно быть прям железобетонное, что не дай бог никто не страдал. Подходы к купелям должны быть также максимально безопасными. Для этого предусмотрены деревянные настилы, заказано сено и еловый лапник. Подъездные дороги расчищены, оборудованы дополнительные места для парковки автомобилей. Подготовлен к усиленной работе и общественный транспорт. Буквально сейчас получили согласование в Министерстве транспорта, дано указание продлить работу наших 11 маршрутов, которые будут задействованы ко всем точкам, где будет производиться служба и купание. Это 11 маршрутов до 3 часов ночи 19 числа. Всего в этом году купели округа, готовы принять около 3,5 тысяч желающих совершить таинство крещенского купания. Подробную информацию по работе каждой из них можно узнать на официальных сайтах окружной администрации и теруправлений. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.